Впервые русским источником адыги, в частности кабардинцы, стали известны под именем Касогов, начиная с IX века. Византийцы называли их Зихами. В XIII веке адыги оказали ожесточенное сопротивление монголо-татарскому нашествию. С этого времени закрепляется экзоэтноним Черкесы. Численность кабардинцев в России по результатам переписи населения 2010 года составляет 517 тысяч человек. Коренное население Кабардино-Балкарии. Основная часть современных адыгов, включая кабардинцев, проживают за рубежом. Это результат исхода после Кавказской войны. На сегодняшний день самой крупной страной проживания адыгов является Турция, в которой адыги третий по величине народ страны после самих турков и курдов. Также кабардинцы в составе адыгской диаспоры проживают в странах Ближнего Востока, в частности в Иордании, Сирии, Саудовской Аравии и Ливане, а также Северной Африке и Европе, в основном в Германии. Говорят кабардинцы, на кабардино-черкесском языке абхазско-адыгской группы северокавказской семьи. Некоторые лингвисты склонны считать современные кабардино-черкесские и адыгейские языки диалектами единого, общеадыгского языка. Сами же кабардинцы, черкесы и адыгейцы называют свой язык адыггебзе, что означает адыгский язык, и считают его единым языком. До середины XIX века письменности не существовало, так как не найдено ни одного достоверного письменного источника, хотя устанавливались попытки создания письма на арабской основе. 14 марта 1855 года Умар Берсей, адыгский просветитель, лингвист, ученый, писатель, поэт-баснописец, составил и издал первый букварь черкесского языка на арабской графике. Этот день все адыги отмечают как день рождения современной адыгской письменности. Кабардинцы – мусульмане-суниты. Традиционные занятия – пашенное земледелие и отгонное скотоводство, главным образом коневодство – всемирную известность получила кабардинская порода. Развиты промыслы и ремесла. Мужское – кузнечное, оружейное, ювелирное, женское – сукновальное, войлочное, золотошвейное. Традиционная пища кабардинцев – вареная и жареная баранина, говядина, индюшатина, курятина, бульона из них, кислое молоко. Распространена сушеная и копченая баранина, из которой делается шашлык. К мясным блюдам подается паста – круто сваренная пшенная каша. У кабардинцев всегда высоко ценилось гостеприимство. Гость считался посланцем Бога и отношение к нему было соответственное. Кабардинцы строили для гостей отдельный домик, совсем необходимым для приятного и спокойного отдыха. Гостю оказывались самые доброжелательные знаки внимания и при необходимости могли отдать жизнь за него. В высших сословиях было широко распространено и оталычество. Академик Палас, побывавший в Кабарде в 1793 году, назвал кабардинский этикет «вежливостью, доведенной до крайности». В XVI-XVIII веках этикет кабардинцев считался наиболее разработанным и изысканным на всем Кавказе, поэтому сюда приезжали учиться правилам поведения дети знати кавказских народов и крымских ханов.